Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Весной, когда я вам показывала видео, что мы купили участок с домиком под виноградник, я говорила о том, что здесь еще есть парочка подвалов, а точнее три. Обещала сделать обзор. Ну вот, сегодня как раз-таки мы будем с вами смотреть эти подвалы и посмотрим, насколько они применимы для виноделия. Итак, пойдем. Подвал номер раз. Самый близкий и с самым удобным входом. Он, конечно, небольшой. Было здесь много песка навалено, часть песка убрали. Высота тоже небольшая, с моим ростом. Вот здесь мне надо немножко пригибаться, что, конечно, крайне неудобно. Но зато сюда везет нормальная лестница. И это подвал в доме. Ну, как видно, мы его уже активно задействуем. Тут наши заготовки и даже немножечко запасов винных. Вот там. Вот как раз у нас лежит здесь сверху смесь Вардова, Супага и Салай. И как раз мы ее возьмем попробовать. Конечно, этот подвальчик небольшой. Стенки тоже вот кирпичные. И вот эта стена, которую я показываю, она сюда идет внутрь. Немножко выгибается. Также неудобно, что нельзя стать в полный рост. Все-таки надо пригибаться. И здесь не было вытяжки. Вытяжку уже делали мы. Здесь, конечно, подвальчик удобный. Но удобный для хранения заготовок, для хранения чего-то такого в небольших количествах. С бутлями особо здесь не развернешься. Второй подвал у нас находится в сарае. Вот наш подвал в сарайчике. Тоже простая лесенка абсолютно. Тут яма. Там картошка. Но это еще осталось от прежних хозяев. Тоже вот не особо мы туда лазили, не особо смотрели. Ну, подвальчик такой достаточно глубокий. Тоже, судя по всему, достаточно сухенький. Ну, для картошки, для яблок каких-нибудь вполне подойдет. По глубиням тут, судя по всему, я уже туда спускаться не буду. Судя по всему, глубина тоже неплохая. Пол песчаный. Клэвери закапывать можно. Если, конечно, опустишь ее туда. Ну, а третий, самый далекий, на противоположном конце участка. А длина участка 100 метров. И сейчас мы идем посмотрим его. Вот он поближе. Ну, сразу, пока мы стоим снаружи, скажу, что высота конька, вот самая верхняя точка, это 170. Все остальное значительно ниже. Заходим внутрь. Конечно, мы здесь еще не убирали ничего. Насюда руки не дошли. Вход с краешку. Тут видно когда-то вот по этой. Назовем это веревка. Наверное, что-то спускали. Открываем крышку. Туда у нас ведет металлическая лестница. Ну, и спустимся внутрь. К сожалению, освещения здесь нету. Зато идет эхо. И помогать нам будет вот свет из люка. Ну, немножко я включила фонарик на телефоне. Конечно, помещение хорошее. Хорошая высота. Скажем так, при моих метр шестьдесят пять. До потолка, чтобы достать, мне надо нормально так вытянуть руку. То есть, очень хорошая высота. И не надо лазить в три погибели в этом помещении. Подвал довольно сухой. То есть, здесь не видно никаких следов влаги. По крайней мере. Хотя, вот и крышка была закрыта. Он довольно крепкий. Пол, конечно, земляной. Но тут можно еще почистить. Тоже кое-какой мусор оставлен. Но, в принципе, подвал довольно чистый. Просторный и сухой. Вот лестница, по которой я сюда слезла. Конечно, то, что она металлическая, это хорошо. Но удобства в ней крайне мало. Впрочем, мы сейчас вылезем наружу. И там уже обсудим все недостатки и преимущества. Ну, если говорить конкретно об этом помещении. Конечно, оно имеет ряд преимуществ. Нижняя его часть. Да, оно просторное. Оно сухое. Оно достаточно глубокое. Чтобы там тоже можно было нормально встать. И стеллажи какие-то сделать. В общем-то, и поместить много чего. Но есть и ряд существенных недостатков. Первый существенный недостаток, это, конечно же, вверх. Потому что, я вам показала, то есть самая верхняя точка, это метр семьдесят. А там вот, где люк. Ну, там совсем низенько. И залезать туда рачком, ну, крайне неудобно. Неудобно даже просто, когда у тебя в руках ничего нету. А чтобы что-то спускать, ну, тоже надо придумать какие-то системы. В общем, это, я считаю, существенный недостаток. Крайне неудобно, по крайней мере, для меня. Я все-таки люблю, чтобы такие помещения были максимально функциональными. И любой груз, неважно какой, ящик яблок, там, тыква или бутыль с вином, должна туда спускаться легко и удобно. Конечно, со временем вверх можно переделать. Ну, насчет входа, можно сделать все вопрос в ресурсах. Насколько это будет рационально. И второй весьма существенный недостаток этого помещения, это удаленность от дома. Конечно, у нас еще тут и забора, в общем-то, нету. Вот это помещение само по себе. Ну, а дом, он вот там, совершенно с другой стороны. То есть между ними порядка 70-80 метров, что делает использование этого помещения, ну, крайне неудобным. На сегодняшний день туда только если тыковки складывать. Как раз вот у меня тут заросли, правда, и закрепиваю, и больших листьев не видно урожая. А сейчас вот перевезем камеру, и вот наш погребок. Вот для тыков хорошо. Но для всего остального, к сожалению, пока что не очень. Ну, конечно, как видите, с одной стороны подвал есть, а толку на самом деле большого нет. Да, замечательное, классное помещение. То далекое, но вход совершенно неудобный. Оно очень далеко. И, например, ну, как-то использовать его для виноделия на сегодняшний день абсолютно не предоставляется возможным. Да, можно что-то подумать, переделать, но это достаточно ресурсоемко. Ну, и следует подумать, надо ли вообще это делать. Будем смотреть на будущее. А тот подвал, который в доме, да, как бы он достаточно удобный. Есть, конечно, там такой недостаток, что я даже со своим ростом уже упираюсь головой в потолок. И это крайне неудобно. Я очень не люблю вообще любые помещения, в которых надо ходить, немножко согнувшись. У нас все сконструировано таким образом, чтобы там и в теплице, и везде нигде не надо было нагибаться, да, и никому кланяться. Ну, вот там, к сожалению, есть такое, я считаю, существенное неудобство. Ну, конечно, с определенными ограничениями это помещение использовать можно. Ну, во-первых, для закаток, которые тоже надо где-то хранить. То есть можно там хранить небольшие запасы вина, можно ставить туда, например, тот же шампанское или пятна на брожение, потому что там брожение должно идти при 10 градусах. То есть в небольших объемах его использовать можно, но использовать полноценно, так как я бы хотела все это для виноделия. Ну, к сожалению, пока что не маленький, который в сарае. Подвальчик мы даже не рассматриваем, потому что это, ну, для картошки, для яблок, для чего-то такого. Да, в этих помещениях можно ягоду похранить некоторое время, то есть те же, ну, посадочный материал, черенки, саженцы тоже где-то хранить нужно. Уже для этого помещения есть, но вот именно для виноделия то, о чем я достаточно продолжительное время уже мечтаю, пока что вот в полной мере я использовать не могу. И это так и остается мечтой. Но мечтой вполне реальной. То есть со временем, я очень надеюсь, у меня будет то помещение, которое действительно будет удовлетворять всем моим потребностям. И будет именно для меня удобным, с удобным входом, с удобной там, в том числе и логистикой по помещению и всем остальным. Но пока придется довольствоваться тем, что есть, в любом случае даже это немножко лучше, чем ничего. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды мой контакт. До новых встреч!